Сотрудники страховой компании «Макс М» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Не только в праздничные дни, но и в течение всего года страховые представители отслеживают, чтобы наш золотой фонд получал своевременную и качественную медицинскую помощь. На этот раз вместе с сотрудниками «Макс М» навестила ветеранов и наш корреспондент Секинат Малаева ей слово. С самого утра в офисе страховой компании идут активные приготовления. Надо правильно укомплектовать продуктовые наборы, красиво оформить букеты. Сотрудники «Макс М» стараются свою ежегодную традицию не нарушать. По первому адресу проживает Галина Савичева. Женщина не смогла самостоятельно встретить гостей. У неё постельный режим. О фронтовых подвигах матери рассказал сын. На фронт ушла в 41-м, училась в лётном училище. Но летать не получилось. Делала другую очень важную работу. Обслуживала самолёты перед вылетом. Присутствие в доме гостей её приятно удивило. И она поблагодарила их за визит. Вам здоровья, долгих лет жизни, кругу ваших родственников, детей, внуков, правнуков. Валентина Аверина в годы войны работала медсестрой в госпитале на Сахалине. Как рассказывает ветеран, вначале самое трудное было преодолеть стеснение. В то время ей только исполнилось 18. А в госпитале лежало много раненых солдат и офицеров. Самая молодая была медсестра. И вот как-то приду в палату, там все солдаты лежат. Я так стеснялась, всё покраснеет прямо так. Вот так вот. Страшно было, когда началась война с японцами, говорит Валентина Аверина. Боевые действия шли совсем рядом. Оттого, наверное, самые дорогие две медали. Одна колодочка за победу над Японией, а одна за доблицей труд в Великой Отечественной войне. Далее мы пришли к полковнику советской армии Магомету Шахгусейнову. Спасибо вам большое за ваш подвиг. Вы нас научили быть храбрыми. Перед тем, как начать свои рассказы в войне, ветеран надел свой парадно-выходной пиджак. Каждая награда, закрепленная на груди, – это отдельная боевая история, которых у него много. Призывался в 1942-м, дошёл до Белоруссии, после войны ещё служил в Германии. Самое главное – это медаль за победу над Германией. Юрий Сытов был призван в 1943 году в 744-й зенитно-артиллерийский полк. Потом бои в Брянске, Белоруссии, Германии. Демобилизовался только в 1950 году. По приказу командующего, мы нас отправили на Сахалин. У каждого ветерана свой боевой путь, но объединяет их одно. Они все были в годы войны полными сил и планов на счастливое будущее. Но война всё изменила и заставила играть по своим правилам. На фронт ушли 180 тысяч дагестанцев. Дорогие наши ветераны, от лица нашей страховой компании «Макс-М» примите наше поздравление с Великим Днём Победы. Желаем вам бодрого настроения и крепкого здоровья. Вы нам очень дороги. А мы со своей стороны сделаем всё, чтобы при необходимости обеспечить вам помощь в системе обязательного медицинского страхования. Берегите себя. Страховые представители компании «Макс-М» посетили в этот день 16 ветеранов. Помимо подарков им они вручили и свои визитки. Чтобы в случае необходимости фронтовики могли в любое время обратиться за помощью. Секрат Малаева, Саид Кутеев, Тимур Лямаев. Время новостей.